добрый день друзья еще разок все-таки решила снять ролик по посеву цветов которые я сею непосредственно уже теплицы то есть ближе ближе к уже к продажам потому что эти цветы просто невозможно вырастить по крайней мере моем случае в квартирных условиях барка цветен колесный я пробовала в прошлом году они меня просто вытянулись все я не стала не мучить ни себя не цветы просто выкинула в прошлом году так у меня эти семена и пролежали вот решила сейчас их посетить вот так вот в ящик и продавать уже непосредственно из ящичка без стаканчиков даже не буду голову забивать себе со стаканчиками вот сделала себе вернее сделала в ящички и рядочки и вот так вот их стала раскладывать семена выглядят бархатца все знают как и вот на одном сантиметре так сейчас буду раскладывать потом присыплю миллиметра 3 землей от разложила так вот бархатцы семена бархатцев тонколистных рядочками посеяла два сорта это такие лимонный самоцвет и золотой самоцвет как они отличаются отличаются по цвету тонколистные бархатцы они растут полянкой цветочек у них не такой небольшой но очень очень симпатичные техник в принципе никогда не выращивала но видела как растут у людей но и видела конечно на рынке когда продают вот их нужно отличать от воды их нужно отличать от от этих прямо стоячих бархатцев за совершенно два разных цветка листочек конечно перистый похож вот этот бархатец прямо стоячий тот тонколистный как трава травянистые растения образующие полянки усили не буду останавливаться быстренько присыпем землей польем и оставим в теплице будем ждать когда взойдут так присыпаем миллиметра 3 прямо сильно не присыпаем все земельку трамбовали ладошкой и полили сверху накрыла пленочкой и брала на полочку буду ждать теперь сходов следующий цветок который будет сеть сегодня в теплице это кабея ты купила белую кабеев синюю в прошлом году выращивала из вот например сколько тут семян вот из 5 семян мне зашло только одно семечко но мне было достаточно чтобы посмотреть на этот цветочек понравился очень красивый все ну может быть неправильно выбрала место для посадки думаю нужно солнышко все таки моя полутень такую выбрала зацвел поздно очень красиво образует лиану вот может быть в этом году в другом месте где-то посажу в квартирных условиях и и невозможно выращивать почему то потому что это махина это ли она это просто какая-то мощь вот если она взойдет главное чтобы она взошла теперь нужно с каждого семечка снять обла оболочка вот я уже с одного семечка сняла вот два семечка вот верхняя семечка здесь уже оболочку сняла а вот это вот семечка уже руками снять вот видите начала снимать вот так руками катаете пальцами и оболочка это снимается должно получиться вот такое чистенькое красивенькое семечко если у вас хоть одна кобея взойдет это уже счастье потому что по разговорам как говорится с коллегами кобея сходит у всех очень плохо но у меня была в прошлом году ну и так что так что сейчас буду очищать зернышки потом сеять перед очисткой оболочки нужно минут на 10 на 15 замочить семена получается такая липкая вязкая вот она которую нужно снять вот она такая вязкая полочка семена от слизи очистила такие красивенькие получились такие красивенькие и баночку приготовила разделила на две части у меня здесь условия не очень хорошие то есть маркера нету еще не привезла так картинки сделала и начинаем сеять белую руки черные рабочие так вот и синюю тоже самое и присыплю землей сантиметр точно присыплю вот интересно сколько штук зайдет так вот присыпали сверху землей трамбовали ручкой полили такая посадочка так вот и накрыли пленкой так накрыла пленочкой и тоже будем теперь ждать следующий цветочек который я сею в теплице в конце весны это статица выращиваю я ее для аранжировок для букетов на 1 сентября ну и просто красивый цветочек семена вот так вот выглядят статица очень не любит пикировку поэтому я сразу буду сажать вот в стаканчики обычно в 100 граммовые сажаю но тут у меня в теплице нет 100 граммовых я в 1 стаканчик воду решила сеять по 3 зернышка присыпать землей решила не буду так вот беру просто так вот и кладу так вот семян оказалось так мало что по 3 зернышка даже и не получилось так вот полью и сверху потом пленкой прикрою можно баночки сеять у некоторых получается пикировка у некоторых нет вот такие получились посевы нужно помнить всегда что статица очень не любит перелива это как говорится одна из ее характерных черт в конце ролика хочется показать как правильно удалять цветок овиолы сейчас я буду этим заниматься но уже отдельный ролик не буду снимать удаляю вместе с палочкой ножницами так вот для того чтобы ну во первых сейчас рано ей цвести красота какая махровенькая бархатная не с моими конечно руками красивая виола у тебя еще все впереди чтобы кустик был более широкий нужно цветочек удалить чтобы силу не забирала нам сейчас надо для продажи товарный вид куста цветочек будет попозже вместе с семидолькой удаляем вместе с палочкой теперь вот появилась новая забота удалять бутончики овиолы конечно лучше их удалять когда нету вот такой палочки например как вот здесь на начальном этапе как я сейчас вот сделала это для куста лучше он разрастается силу цветок не забирает выращивайте цветы вместе со мной оставайтесь на канале все что делаю показываю до свидания спасибо за просмотрю